да чуваки всем бодрое утро слава украине смерть российским врагам вот обратите внимание где я стою помните я вот оттуда задним ходом вот сюда 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 сдавал тут блять оленина какая-то мне тут подперла минуту думала чтобы меня объехать с левой стороны объехала я потом вот туда заехал и вон сзади видите там буковка h хегельман короче благодаря моей правильной надписи на моей задней двери вышли чуваки я здесь вот на моем месте стоял юра из киева а сначала нет то ля то ля в на хельмане юра начала юра рядовая меня подопри горит я выезжаю 16 00 вот а потом я уже стал к юре под 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 подходит то ли это зарядовая вы еду из рейки перед во сколько стартуешь яру 830 это я в 6 утра так человек выехал мордой к автобану запустил меня на свое место и стал и стал потом меня своим задом меня поджал скажем так потому что он выезжал уезжал в 6 утра я 830 30 стартану зачем это я не хвалюсь блять это я вам просто чуваки рассказывают что вы понимали блять что украинцы они еды ну как бы еды не вот сплоченная давайте по-русски я вам назову этой тема что вы понимали что как мы зашли в украину вот тут такими как зашли вы из украины не увидите выйдите вы блять либо трупиками блять по по вашему это груз 200 либо коллегами так что ожидайте чуваки так что прибываем на загрузку на первую киллбург фирма большая голландская беккер называется это по разгрузился но не в этом месте беккер логистик так чуваки должны выключить на зеленый давай еду дальше да 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 мне тоже самое у меня такая же хуйня на следующем повороте поверните направо через триста пятьдесят метров поверните на правду, затем перейдите в конечный период. Не, не, не это. Так, Юрес, а ну подъезжаю на свою первую загрузку, так сейчас разберусь с документами, потом созвонимся уже попозже, окей? Давай чуть позже тебе на эту тему отвечу, окей? Так, Беккер Логистик Групп, направо пишет. Хотя я там, я вижу надпись Беккер. Так, мы-то достигли, только я что-то вижу, какой-то квантум вместо Беккера. Ну вот Беккер. Да, так подожди, это Беккер, это центральный офис. А ворота, может быть, вот это они, этого Беккера. А, так тут еще и въезд открытый, идем мы. Вот это, наверное, Беккер. Логистикой, я не спать, блин, написано. Так, кнопок нету, не мам, а там кнопка есть какая-то, я уже от седого вижу. Сейчас все, натиснем. Здесь вот Беккер. А, так она и сама открылась, даже, ты ж, я не знаю, автоматик. Так, ну что, прибыли? Сейчас будем регистрироваться тут. Так, чуваки, тут супероперативно, на 9 часов приехал, 8 балет закинули, я уже в туалет сходил, кофе пошел, попил, документы забрал. Смотрите, какие красавцы тут стоят. Сейчас поближе вам покажу, да, зацените. Как вам такие красоточки. Бомба, да? В этой панели я смотрю, такое ощущение, типа, либо в краске, либо в коже. Ну, я черный цвет, кстати, не люблю, но смотрится красиво. Вот эта особенность решетки вообще бомба. Бомбезна. Черный не мой цвет, скажем так. Но смотрится не щеково. Опс, видите, открывается в автомате. Так, все, здесь загрузились, херачим на вторую точку загрузки в Бреду. Так, прокатимся немного по Бреде. Напомню, сегодня у нас 1 марта, начало весны. Плюс вторжение России в Украину. Я уже даже не сбился. 24-25, 26-27, 28. Шестой день, получается, войны. Ой, что-то тут бежуха такая слабоватая для этого времени. Так, сегодня у нас акция в 11 часов на Алтабан выезжаем. Продолжаем и сигналим в 11 часов по Европе. Это 1 марта. 1 марта. Готовьтесь к моему полуороду через 800 метров. Через 300 метров поверните налево. Так, у меня тут такая подозрительная загрузка. Адрес не пробивается в гугле правильно, как бы. Точка показывает на одно место, на другом. То ли это стройка там, то ли свежепостроенная, и еще нет ее. Короче, сейчас по навигации этот номер такой скользкий у меня. Через 180 метров поверните налево. Так, налево, налево, налево. Через 60 метров поверните налево. Так, чекаем. Готовьтесь к левому полуороду через 530 метров. Да ёлы-палы, ну какого хера? Токас происказал волшебное слово, какого хера, и тут он хуяксый. Понял меня. А вы говорите, не матерись, не матерись. Понимаю, тут, блин, даже светофоры этот язык так. Я так понял, вот там, не понял. Пока пропиздился, так не глянул на этот. А вот это мели, я уже отсюда вижу, это мели. Только я заезда не вижу в этом мели. Мели, мели. Там он, фуры стоят, может быть, надо с той стороны заехать. А сейчас по чуть-чуть по-другому поедем. Не так, как Navigation нам показывает. Немного по-другому. Мели я видел уже надпись. Сейчас проедем прямо и посмотрим, нет ли. А, подожди, вот здесь можно почитать. Ван Мели Пекода. Сюда пишет, сюда. Пишет, что сюда. Ван Мели Бертьен. Пишет, что сюда. Значит, давай с Седова попробуем. В конечный пункт через 100 метров. Все, проверим, чуваки. Вы достигли конечного пункта? Да, мы, конечно, достигли. Да, только где ворота, блин, того пункта. Машины я уже вижу на территории. Заезд вот оттуда я уже вижу, как они заезжают. Заезжаю. А, ну вот сейчас, кстати, Navigation показывает. Через 120 метров поворот. Не сюда, али. Сюда, али. Да. Perfective One Meli. Поворачиваем эту Perfecti. Ну да. Пойдем, сейчас зарегистрируем. Семь. Mentos. Так, прибыли. И дорегистрироваться с номером референции. Такие, короче, растрогала меня женщина до слез. Короче, я говорю, ты из Украины? Я говорю, да. Короче, презент мне. Прямо, я еще на фирму не заехал, а уже презент. И она еще, я уже, ну, сказали, заезжай. Вот, и она говорит, подожди еще, типа, постой, подожди. И сейчас она то ли, ну, то ли придет еще что-то скажет, то ли что-то принесет. Возьму паузу, короче, пока не готов сказать. Вот женщина идет. Опачки. Данкешон. Украина и Голландия из Фройд. Путин капут. Данкешон. 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 Видите, какая поддержка, чуваки. Вот, чтобы вы понимали, что это Голландия. И тут, сука, Путин по-английски, я не знаю, как это звучит, но по-украински, пошел ты нахуй из Украины. Данкешон. Заезжаем. Данкешон. Голландии. Украина. Нав terra. Разножают. Данкешон. 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 Сейчас тут где-то станет, посмотрим места, где есть. Места есть. Так, а как сюда стать? Вот так вот давайте, от Сидова, со скотчем. Так, что вы поняли, братья украинцы, что мы не еды, не в России, Европа тоже с нами, видите отношения. Женщина вышла, сама спросила, из Украины ли я, подошла, говорит, подожди минуточку, я сразу не понял, думаю, мало ли, блин, ну, может там, что какие-то документы, там, может, знаете, всякие сертификаты там ковидные попросят, она говорит, это подожди. И я почувствовал, думаю, блядь, сейчас нас поприветствуют, нас это украинцы, ну, так вот вы видите, так оно и случилось. Нас поприветствовали, показали, чтобы нас тут не бросят. Так, чуваки, блядь, не получается на 2 минуты постоять, сейчас 2 минуты постою, столько же, когда акция в 11 часов начинается. Сейчас отдохнем. Так, 31 минута паузы есть, 3 минуты до акции, ну, сейчас посмотрим, успеем ли мы выскочить от Сидова. Так, натиск на ось проверим, надо бы, 7,5, 8, 8 на ведучку. Такое ощущение, что передок, как я, чуть-чуть больше загруженный, чем зад, зад, в принципе, 19,7, вроде нормалек тоже, нормально. Готовьтесь к левому повороту через 550 метров. Так, выезжаем от Сидова. Открывается на МЕНТОС, зелёный свет. Упс, упс, упс. Проходим. Так, ну шо, выруливаются спреды, желательно нам еще попасть бы на автобан, присоединиться к пацанам, к акции. Чуть-чуть напугал женщину. Что-то мне казалось, что надо было бы, наверное, туда же вернуться, откуда заезжал, я так думаю. Что-то она меня сюда заводит, блин, какие-то корчи. Сейчас, блядь, заведет, сука, вот такое, что хуй выйдешь. Походу. Мопеды, видите, прокатные, в каком состоянии прокат сдаются, видите. О, фура. Ясный, хера. Блядь, точно мне надо было просто налево повернуть и той же самой дорогой выехать. Нахуя я сюда попросил все корчами этими. Можно было все проще сбивать. Хлопцы, хлопцы, я хочу тоже поприветствовать. Блядь, 11 часов, я не на автобане. Сейчас выскочим на автобан, посмотрим. Что там делается? На следующем повороте поверните налево. На следующем повороте поверните направо. Блядь, пару минут бы, блядь, еще. Я тут, и я бы, возможно, до автобана даже выехал. Блядь, 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 блядь. Блядь, 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 блядь. 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 Блядь, 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 блядь. очень в германию уже заскочили сейчас парка за паркинемся тут на удоховье цеплю рецепт а чурчат и блять спишь уже все поехали блядь рома погнал-погнал-погнал упс прогнал на них весь все четко затем поворачиваем налево закручиваем ся надеюсь сюда не придется возможно место даме стоит и это хорошо вот возле мальчика этого румыньянского мы как раз сюда на рулем со счет а и вот место есть еще лучше суббаная на давай еще место получше заруливаем сям отдоховчик где за 10 евречку одну ночь куда-то помните спал позволила мне хвирма наша мальчика поспать быстренько цепляемся а идет ромах подравняться вот так вот ровнее немного о уже блять ну шо ж она сучка эта змея мне пишет блять шиш блять шиш блять пизда на хоуров она лежит на первом парке это о чем он мне предупреждает это о том что я заехал в немцы то я должен зайти ввести ведение воде окей початок краины окей и выставить у меня была нидерланды и надо поставить дочь на германия дочь окей спасибо что напомнил так хорошо короче говоря сейчас будем оцеплять а подождите давайте мы сейчас вместе это и сделаем по берегу чего я начинаю сейчас я покажу я не подымаю автомобиль не подымаю по одной причине потому что если сразу поднять его то вот этот рычаг рычаг видите сейчас я его одним пальцем могу взяться за него вот одним пальцем и раз и выкинул а если я его подниму то он может палец немного задавить его и как бы он легонечко не выставится все это первое что мы делаем второе сразу же можно было с этого и начать конечно фиксируем прицеп какой кнопкой вот этой берем ее на себя все сейчас если мы воздух отключаем от прицепа прицеп уже заторможенный и только в этот момент мы начинаем подымать прицеп методом подымания на подушках раз поднял все пойдет до конца не надо подымать тут же идем подымать к лапкам к нашим раз распускаем побырику и все наш прицеп уже на лапках стоит и чуть-чуть отъезжаем буквально на 10 сантиметров и ставим и ставим в транспортное положение зачем помните я вас учил ну не учил рассказывал короче смотрите сейчас трогаясь от 10 сантиметров буквально оп все покатило и сразу автомобиль транспортное положение класс чтоб жопа опустилась жопа опускается на седло уже не достает до рамы прицепа уже дальше отъезжаешь чуть-чуть так чтобы кабеля соединить так я наручник поставил поставил так показываю дальше а блять а чё у нас седло не опустилась по ножи я сказал оно отпустилось а он сейчас опускается ну вот чтоб его не вытянет оно чего дальше оно не отпускается я не понял только аж не понял прикола я даже принудительно включаю его а он не хочет что тут чего не поймут сейчас это станет ясно подожди ручник у нас точно я уже блять узел езды не уставлены ну ясно что он не уставлены потому что я его питаюсь на место поставлен лампочка теперь ясно опускаем подушки у нас какая тема у нас видите солидол из седла не вытягивает его до вот этого состояния до этого положения или состояния пускай так кому как нравится и все теперь можем свободно работать со шлангами и с проводами с кабелями правильно сказать с кабелями так это мы прячем я как делаю один сюда вовнутрь засовываю и сюда в принципе можно второй также вовнутрь вот одна и вторая сюда они уже не вывалятся два а здесь вот есть такие специальные штуки раз и тут открываем закрываем эти штучки это тоже штучку и сюда вот все прицеп у нас оцеплен то немного было запара было почему солнце светит я думаю лампочка горит на пульте видите у нас расстояние получается седло помазано солидол этим ну смазкой и мы эту смазку не растягиваем вот сюда и потом кабеля не пачкается солидол я думаю все понятно кто в теме и так это знает кому просто интересно ну просто послушать романа валерьевича в очередной раз так все прицеп подцепили мы можем отсюда омаслать на заправочку выезжаем из-под него выехали и погнали себе о бля начинается уже бля предчувствие у меня чего блядь а там пробочка подозируем наверное проще выехать проще выехать наверное с другой стороны отсюда выскочила цыка не дает покоя бля шишек пятили шишек пятили керосов гуляй вы вылетаем от седова так и шо и мчим на заправку заправка вон с левой стороны у нас походу этот змей тоже туда на нее нырит уже не полетела уже не не кстати полетела уста и кривия прошла подъезжал тоже бус был бусик так так куда нам лучше и там и там есть короче нормально остановимся и заправимся и с той стороны и с той за там полимся как говорится так чуваки всем бодро утро германия эмпинген вы здесь первая дорога видите как он тут на поворотике красиво стал никому не мешает даже зеркала не складывал тут заходили сюда там так в притирочку причем тут фура стояла пришлось оттуда от этого мана где ман стоит оттуда так зарулиться поближе к бордюрчику как говорится помните меняшь моя фишка это бордюрчик короче стал нормально так постоял отдохнул тут можно было уже пенят приюта вот так вот притулиться как вот этот стоит чувак я еще прошелся но думаю мне там чем же пенят с кем-то стоять лучше сама отдельно доволен ой блядь рома 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 не переверни машину выскакивай чтобы эти змеи пропустили ой блядь как красиво ой блядь не успеваем рома не успеваем сучера долгий светофорчик блядь я придется ждать поехали включилась здесь чудовищ зеленый так сейчас бы там нам еще зеленый если бы загорелся неплохо было бы так погори дружочек погори 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 еще чуточек дружочек еще чуточек пых хорошо а наш автобус есть в районе красного мала постоянно хорошо отдохнул шума не было дороги как бы выспался отлично время у вас 7 часов 704 морозика 3 градуса кстати но такой морозик хороший выходишь на улицу так футболки можно бывает такое например там на северной германии плюс 8 плюс 9 а ты не тушил футболки от имен в курточке еще и шапку одеваю что тут так минус 3 как бы нормально себя так поперли на швейцарию сейчас проедемся еще новые русские до сегодняшней свете у нас вторник по моему не среда уже елы-палы степи дабли время летит ума на сверху седьмой день войны в украине сегодня это беда конечно же будет за украиной однозначно нэнку врагу не сдадим роман и валерич тормози 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 приляжешь африк икон эфрик икон нам в этот эфрик икон красиво это околица цюриха прям уколица африк икон шла за но фирма там планирование если нет агэш могли агэш 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 пердоли какие-нибудь так пока знаков нету да я не вижу ничего ограничивающего агэш 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 берем что-то более 1 мы тут 800 метров пишите У меня такое ощущение, что машина как-то с этим грузом идет По осям вроде красиво расположено Но такое ощущение, что вроде двадцатка 8,2 тонны на ведущую ось 8,2 И 19,7 Сумма задних осей Развисовочка вообще красивая Как бы сказать, ну как-то так тянет оно, блядь, дело Так, Рома, не заговариваю, агли, аг Здесь направо, а я что-то не вижу Ландует какой-то, блядь Аглия что-то не хера, не вижу От слова совсем Через 140 метров поверните направо Так, 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 так Такая маленькая индустриалочка у нас Индустрики бит Индустрики бит А где у нас агли? Вот это шо ли эти агли? На следующем повороте поверните направо Агли, агли Сейчас, наверное, давайте поговорички покажем Потому что я что-то пока не вижу этого агли Шенкер Шенкер еще сколько? 160 метров, может там что-то дальше Я вижу, что там тоже что-то есть Агли Ну, в документах что у нас Да, тоже агли Именно агли На километражку кладем На место Так Агли, агли Санта-фе Кто видит это? Агли Элтон Санта-шенкер Шенкер Тор Пока не видим И самое главное И впереди Я пока ничего не вижу Похожую В виде агли Кстати, какая у нас улица Имланг 11 Да вы шо Шо вот это шо ли Это амгли 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 Адам Турин Айнфарт Казик Да, шо вот этого Амгли не вижу Ну, вот кто видит Подскажите мне Чувак помчался Чувак помчался И куда он На разворот шо ли Да, в обратном направлении У меня рома-рома Короче, пойду искать Пешочком Так, чуваки Сегодня В среду 2 марта Как заехал я в Швейцарию Судой же Через Танеги Так, сейчас я вот И выезжаю пустым Через него же Ведем На Германию Кстати, солярца Блини такая Рубль 67 Но это во франках Это дешевле, чем евро Он рубль 64 Во франках Это еще цена Не так уже и дорого Относительно Германии Плавно поверните Направо Вы превышаете допустимую скорость Пау-де-е-май Ну я и нарушитель, конечно Капец О, мусор У меня тоже мусорочек Скопился Надо выкинуть пакет С мусорком Готовьтесь к правому повороту Через 100 метров Так, полет, что ли, сходите И потом На загрузку приедем Там сходим Так, что мы думаем Ну и Через 300 метров Поверните направо Такое грязное Блин, капец Прямо купе Опачки Куда мы едем Куда мы едем Ёлы-палы Мне вообще сюда не надо Блин, я из-за него поперся Прямо что смотрю Задним ходом Сдает Думаю сейчас надолго У нас тоже Профессионалы Ищут темы Так У, блядь Я надо было заполнить этот талон Ё-моё Километраж Именно Что мы делаем Берем талон Берем ручку Смотрим 40 470 47 641 41 Все Заполним Подъезжаем Далее Так Минчура Могла бы подождать Ну да ладно Простим ему Так Все Раскочил Сейчас Правильно Чувак встал Я думаю Что он тут Встал Надо В этот Ввести Страну Швейцарии Заскочили Мы В Дойчеланд Останавливаемся И Заводим Страну Окей Ведение Води Окей Початок Украины Окей И ставим Дойчеланд Все Ведение Сборежено Все Что надо Мы сделали Все Поперли Требования Выполнены Украина Что ты Вот сюда Беднял Украина Рил Сейчас Просим Украина Ровная Рынуха Какие проблемы Имеешь Молчит Значит Не в канале Так Ну шо Поперли Дойчеланд Еще мне 52 километра Выгрузить Поддоны Которые Сегодня Которые Я загрузил Когда-то Помните Еще В Швейцарии 15 штук А потом Вроде как Прицеп Принять Где его Менять Какой Номера То ли у водителя То ли он стоит Где-то Хер его Блядь Вообще Нихуя Непонятно С этой Конторы Так Друзья Соотечественники И всех Том Теме Короче говоря У нас Утро 4 марта Пятница Шо Такое Шо Такое Зацвистели Мы Свиньи Таховчик За 13 Еврючков Покушал Вчера Так Хорошенько Вкусно А что я тут Груженый Причем Потому что Гордолага Польских Заставил На ремонт Поехать Прицеп Ремонтировать То что Ездишь Ездишь На этом Хламе Ремонта Все Нету И нету Короче Берешь Один возьмешь Что ручки Нету Для опускания Лап То блять Воздух Шипит Нахер Как у змея Горын исчезгел Изо рта Блять Ну Ну так Короче Едем Лечить Нашего С Маном Все в порядке Единственное Что Мойка Ему бы Не помешала Потому что Еще От завода Она не видела Этого Еще Ничего Вот Ну Дали сервис Я тут Ни разу Не был Вот Сейчас Проедем Посмотрим Магазинчики Так вот Я сюда Хотел Заехать Именно На это Место Но тут Я вижу Даже Машины Стоят Три Места Есть И там Он Еще Так Какой Нам Первый Съед Давай На Первый Мы Почти Приехали Через 140 Метров Едина Дорога С Круглых Движений Мой Почти Приехал И Веку Я вижу Он там Светится О, промочка Машины стоят В промочке Только номера Что-то у него нет Он с переднего Непонятно Почему О, уже один стоит Уже один стоит Автохаус Куда Нам Один Тут Ставить Это Весь Непотребля Судя Тут Уже По Всему Так Я Тут Не Один Сейчас Будем Разбираться Куда И Что Где-то Тут Поехали Сюда Затем Затянем Во двор Это Тахау Так Тахау Да Сейчас пойдем спрашивать шо и куда